Минувшим вечером на новой сцене Большого театра баритоны выясняли, кто из них сильнее. В третий тур конкурса имени Павла Лисициана прошло всего три певца. Еще один не участвовал по болезни. Поэтому звания лауреатов были гарантированы всем участникам третьего тура. По признанию председателя жюри конкурса Сергея Лефрекуса, члены жюри заранее все решили на основании предыдущих двух туров. Поэтому зрители, среди которых была и вдова Павла Лисициана Дагмара Александровна, стали свидетелями скорее не конкурсной борьбы, а гала-концерта. Американец Лиам Бонер, открывший финал, стажируется в Хьюстонском оперном театре. Певец из Армении Геворг Акапян прежде побеждал на конкурсе военной песни. На этот раз он стал обладателем золотой медали конкурса. Армянский баритон Геворг Акапян перед началом не разговаривал, берег голос, силу которого до этого пробовал только на конкурсе военной песни и конкурсе певцов Еревания. Когда Лисициан учился в Ленинграде, его баритоны с огромным диапазоном показывали гостям как музыкальное чудо. И он сорвал голос, не пел год. Другие подробности из жизни артиста в репортаже Елены Казанцевой, побывавшей в гостях у тех, кто знал и любил Павла Лисициана. Разговор с сестрой Рузанной Карина Лисициан заканчивает только ради двух братьев, приехавших на конкурс памяти отца издалека. Рубена из Германии, Герасим из Америки. Хотя не виделись давно, но все разговоры только о музыке. Трое из четырех Лисицианов – певцы. Он не был таким типичным певцом, который бережет свой голос, который кутается шарфом, какой-то у него определенный режим, обязательно там спит в определенное время, не разговаривает, так делает знаки. Он вел абсолютно нормальную обычную жизнь. Ней было место природе, точнее природолюбие. Лисициан на даче разводил кур, уток, барашков и возделывал грядки. Кроме того, занимался воспитанием детей, помогал им занятия их музыкой, увлекался игрой нарды и фигурным катанием. Мог выпить холодной воды из колодца, а после этого выйти на сцену, где для Лисициана не существовало понятий «не могу», «тяжело», «не в тонусе». Он выдает такое, что зал разрывается просто. Вот от того, что у него сначала не очень легко шло, это его еще больше подстегивало, и он выдавал потом. Любимые роли – Жоржа Румонт-Травиати, Валентин Фаусти и, конечно, Аман Асра Ваиде. Именно Ваиде, партнершей Павла Лисициана по сцене, была Галина Вишневская. Сейчас она в своем центре оперного искусства учит баритонов, петь и петаламу Рубинштейна так, как это делал Павел Лисициан. Ты любовь благословляешь. У него дыхание было безграничное совершенно, сам голос был потрясающий, конечно. Галина Вишневская говорит, что ни разу не слышала от Лисициана ни одной фальшивой ноты, ни одного петуха. И буквально, как, впрочем, все коллеги, купала в его доброжелательности. «Он ко мне очень хорошо относился. А я почему-то звала его сразу Паша. Такая нахалка была девчонкой. Пришла, почему-то Павел Герасимович никогда не звала. Он был очень милый». И с таким голосом, который можно было отличить буквально с первых нот. «Льющийся баритон, красавец, голос, свободный, что вниз, что вверх, фраза великолепная, дыхание огромное. Ну как же, я вам говорю, место осталось пустым. И так и будет, это его место». Но рядом есть и другие места, которые попытаются занять те, кто хочет стать наследниками Павла Лисициана, участники конкурса «Его имени». Елена Казанцева, Игорь Горбачев, Виталий Пронин. Служба информации Центрального культуры.